Свет свой фаномный, фаномный лоб служит. Получится такой. Эту мозаику Даша с мамой собирают уже месяц. Творчество помогает отвлечься от горьких мыслей. У мамы нет, да и блеснет предательская слезинка в глазах. А вот дочь на удивление держится стойко. Про страшный недуг напоминают разве что темные круги под глазами девочки. Все свое свободное время она туркодельничает, то читает. Да и подружка не дает ей скучать. В основном тут телевизор смотрим, рисуем, раскрашиваем. Еще недавно казалось, что самое страшное уже позади. После длительных курсов химиотерапии и облучения лимфобластный лейкоз вроде отступил. Даша даже вернулась в школу к своим одноклассникам. Но оказалось, это была просто передышка перед новым боем, еще более страшным. В апреле мы сюда где-то в 15-х числах приходили. Нам сказали, что у нас все хорошо. Мы пошли домой, радостные, как обычно. А потом в школе проводили обследование детей, как мне сказали, на сахар. И мы сдали анализ крови. То есть это буквально, может быть, неделя прошла. А потом мне звонит наша медиастрата школьная и говорит, что у вас у девочки такие высокие лейкоциты. Он говорит, не знаю, может быть, это в порядке вещей. Я позвонила, говорю, Станиславович, нашего лечащего врача, который нас наблюдает. Он сказал, что мы должны прямо сегодня же приехать. И снова бесконечные капельницы, мучительная ломота в теле и сильные головные боли. Но, по словам мамы, Даша ни разу не заплакала. Скромный и неразговорчивый ребенок понимает, это нелегкий путь к выздоровлению. Да и так называемое противорецидивное лечение, по словам врачей, дало неплохой эффект. Большинство докторов склоняются, что пересадка потребуется. Для того, чтобы уже избежать второго возможного лецидива. То есть полностью закрепить достигнутый эффект. 7 октября Даша с мамой отправляется в Санкт-Петербургский федеральный центр имени Раисы Горбачевой, где девочку ждут многие месяцы нелегкой борьбы с недугом. И сегодня, как никогда, необходима помощь неравнодушных людей, чтобы окончательно победить схватки с коварной болезнью. Любовь Лапина, Елена Кононова, Антон Ворожищев, телеканал Юрган.